добрый день всем моим подписчицам и подписчикам тоже девчонки сегодня у нас пятница я решилась заснять вам видео выложу под вечер чтобы у вас впереди два выходных и будет время посмотреть и послушать меня ну кому я доставляю удовольствие спасибо всем подписчицам за просмотры девочки спасибо тем новеньким которые появились на моем канале у меня появилось много подписчиков спасибо вам огромное если я приношу хоть немножко ваш дом немножко счастья немножко позитива если как-то хоть моя болтовня согревает вам душу так пожалуйста будьте со мной вы мне очень нужны и и думаю что я вам тоже нужно пока я себе сделаю кофе девочки расскажу немножко отвечу на один вопрос моей подписчицы спрашивает меня женщина цветет ли олеандра в доме вот у меня тут большой горшок у меня таких три горшка они вот сейчас через неделю я их вынесу на улицу полгода находится на улице благоустраивает мой двор у меня 5 той которые где-то моего роста и им три года по моему они растут потихонечко и вот это у меня просили снять свой двор у меня как таковое двора нету у меня два дома один мой и этот королишки кто на моем канале и у меня на старые на старом канале было видео про мои дворы там как таково нету дворика вот тут у меня только площадка для машины где под забор 5 той и вот такой вот тротуар все в плитке до моей двери и возле тротуара эти три олеандры дворик маленький но он очень уютненький рядышком соседний дом тот мой дом я подарила насти его я вообще подарила оба дома были на мне я подарил одной дочери и 2 дочери и ничего девочки не нужно и там у насти есть беседка там чуть чуть больше дворик там был очень красивый и цветок над весит беседкой такое дерево цветок называется рука матерь божий если у кого-то есть такой цветок он очень сильно пахнет красиво как дорогие духи сейчас девчонки сделай себе кофе и пойду в другую комнату пойду в комнату с вами немножко поговорю одна из моих подписчиц не говорит и написала комментарии и я говорю олечка по моему у меня болит палец каждая отвечать но не отвечать девочки я не могу потому что бывают такие комментарии которые которые пишут женщины у которой беда пишут такие комментарии вы знаете сколько комментарий сколько таких женщин как я я повторяюсь очень много мне написала вчера женщина говорит сегодня 142 день от когда я похоронила своего единственного сыночка осталась заловка хорошая и внучок 13 лет если женщина считает по дням вы представляете какой у него горе если я вчера не нашла этот комментарий или сегодня утром даже и не ответила бы этой женщине она же в душу вложила в этот комментарий она мне открылась и если бы я бы ей не ответила ей бы было еще больнее от того что она еще раз пережила вот этот ужас и я буду читать каждый комментарий если буду ставить сердечко только тем девочкам которые комментарии звучит так что я могу только поздороваться нету вопросов мне не нужно ничего отвечать тогда я буду ставить только сердечко у комментарий очень много и те комментарии на которых я захочу ответить те комментарии которые мне покажутся более такие что развивает какую-то тему я девчонки буду записывать на бумажечку я сегодня себе записала и буду отвечать в самом видео это будет наша тема мы будем развивать какие-то темы я говорю что вот эта женщина мне написала говорит а вы зачем каждая отвечаете вы себе выберите какие-то комментарии вот вами видео будет я так и сделаю девчонки возьму свой кофе я себе сделала кофе я забыла уже два кофе значит буду пить два кофе мне нравится очень вам не нравится эта чашка не она нравится просто тут какие-то чудо-юдо а вот эта чашка мне очень нравится очень нравится тут еще раз это собор которые у королишки в городе там румынии девчонки остановлю камеру пойдем туда сяду и поудобнее и будем развивать какие-то темы девчонки вот у меня один такой был был комментарий он не очень сильно понравился он прямо он прямо в тему девчонка молодая написала не я свою маму похоронила в 20 лет я так плакала убивалась и подошла к старой женщине и говорю разве может быть горе больше чем хоронить маму она говорит меня обняла и сказала да есть это когда мама хоронит ребенка это еще больше горе это огромное горе я не буду повторяться когда мне вчера несколько вот таких вот хакеров или как их назвать написали под камень под видео там где я в синим свитере в таком я даже забыла как он называется этот видео а место дня рождения горе и слезы это в день рождения королиши мне пишут вы вообще артистка но как так можно повторяться вообще неестественно разве может мама плакать неестественно которая только похоронила ребенка я думаю что на этом белом свете девочки это не про вас есть какие-то вот такие вот злые которые им ничего не и не свято абсолютно ничего и я хочу поддержать эту девочку может она прошу написала прошлым временем может быть ей уже достаточно лет сколько бы вам не было лет я вас обнимаю я не помню как вас зовут потому что вас очень много я не запоминаю но я вас обнимаю и я мысленно с вами и хочу согреть своим теплом еще девчонки мне написала в комментарии женщина ваша фамилия не такая назвала мою девичью фамилию откликнуть я не знаю кто потому что мне имени и фамилии не было было бы хорошо если бы у вас там стояла фотография или во всяком случае хотя бы имя было я повторяюсь прошлом видео и в этом видео говорю мне проще писать комментарии но это я понимаю что это название блог название аккаунта так что девчонки если я вас по имени буду называть значит я не поняла что там у вас написано я же не буду кушаем вместе или что-то писать здравствуйте и какие-то и если я поняла что эта женщина из моей юности из моего может быть юности или детства окликнитесь вы мне очень наверное вам наверное очень близка может и со школы может студенческих лет окликнитесь мне было очень приятно очень если вы знаете мою фамилию значит знаете обо мне много вы меня знаете с юности насчет девчонки королишкиного канала пишут многие что вот валя она не очень-то естественно она там и у нее не получается вести канал давайте и и мне предлагают маринушка лучше бы вы выкладывали видео на королишкин канал я валюша предлагал валя мне не надо денег мне ничего не надо давай я буду снимать видео отправлять тебе хотя бы маленькие видео на пять минут отправлять электронной почты и ты их будешь лепить и мы вместе покажем какое-то одно видео девочки хотят у меня меня видеть на твоем канале она говорит и она права я снимаю телефоном она снимает камерой бабушка я не могу вместе и слепить они у меня не получается надо тебе снимать тоже камерой и я поняла что у нас так не получается но девчонки почему снимает валя еще раз повторяюсь может кто-то не был на не смотрел то видео где я разъясняюсь каролинка делала канал больше четырех лет и она всегда говорила она знала в каком она состоянии говорила мама я очень хочу чтобы валя вела дальше этот канал ты знаешь говорит даже перед вот перед смертью она мне говорила вот youtube приносит немножко денежек много не приносит 8 центов за тысячу просмотров девочки это сколько тысяч просмотров надо чтобы заработать какие-то деньги но все равно это деньги так как валя учится так как валя студентка и каролинка очень хотела чтобы она получала образование и не одно пока она молодая пока все оплачивается дурин же все оплачивает едакку покупается все она на содержание у папы каролинка очень сильно хотела чтобы она училась чтобы на профессию приобрела чтобы она себе сделала карьеру но пока она учится каролинка очень хотела чтобы она чем-то занималась вот она говорит будет заниматься каналом она будет снимать для того чтобы на канале заработать какие-то деньги это надо снимать это огромный труд это снять это монтировать прежде чем снать снять надо приготовить себе место где будешь что ты будешь показывать о чем ты будешь говорить это огромный труд девочки еще отвечать на комментарии это огромный труд но говорит канал будете переносить какие-то деньги и И она ещё делает макияжи, вы знаете, это тоже приходят какие-то деньги, и это будут её карманные деньги, почему бы ей не стараться и не работать, это труд, это огромный труд, и каждый труд, он отплачивается деньгами, он оценивается как-то. И я вам скажу, что даже если она заработает на лифчики, на помаду, на там, на личную гигиену, она же не будет у Дурина просить, да, мне на прокладки, и очень правильно, что она должна чем-то заниматься, пока она студентка, вот она пускай ведёт этот влог. Это мама оставила ей по наследству, она сказала, чтобы я там лежала спокойно, я ей оттуда помогу, я только этим могу ей помочь, что создала канал, и она будет дальше его вести. Ой, меня спрашивают, какие блюда любит королиша, королиша какие любила, в настоящем времени говорю, она любила у нас красный борщ, очень, любимое блюдо, ну, конечно, она его не кушала в каждый день, Любимое блюдо, это красный борщ, голубцы она любила, плациндочки, то, что я готовлю. Она мясо и рыбу тоже очень любила, но больше на гротаре, больше на гриле. Что ещё, девчонки, что я хотела? Как насчёт монетизации в России? Девчонки, из России монетизация из России не идёт, оплата не идёт, но вы не переживайте, меня смотрит почти вся Россия, и если за это мы не будем получать деньги, дружба важнее денег, девочки. Самое главное, вот это вот всё пройдёт, пройдёт и это, конечно, горе сейчас, горе всем не до этого, монетизация приостановлена с России, но вы оставайтесь на моём канале, вы пишите комментарии. Мне так нравится снимать и общаться с русскоговорящими людьми, и основная масса меня смотрит из России. Я ещё раз повторяюсь, дружба важнее, и пройдёт вот это время, и самое главное, чтобы за это время наши души не очерствели от вот этого ужаса, что сейчас происходит. Всё восстановится, и мы будем дальше с вами вести канал и радоваться друг другу. У нас у каждого, у каждого своё мнение на вот это всё, что происходит, даже в моей семье, не в моей семье, даже с моими друзьями у нас разные, разное мнение. Но давайте не будем лезть в политику, давайте пускай политикой занимаются политики, а мы поддерживаем друг друга, у меня же позитивный канал. И ещё женщина мне написала, что посмотрела видео, где королишка там на жёлтом поле, это, по-моему, рапс, если я не ошибаюсь, И на этом жёлтом поле она там исполняет, да, правильно сказать, стих Есенина. И какой хороший стих девочки, как она его красиво исполняет. Она просто была создана быть актрисой, журналистом, или, я не знаю, но другие профессии, хоть у неё совсем другая профессия, Она на всех олимпиадах школьных занимала первое место, не школьных, а городских. На городских олимпиадах она всегда занимала первое место по чтению стихов. И когда она, вот мне тоже нравится это видео, тем более Есенин очень красиво. Золотые далёкие дали, как красиво, как он красиво. И когда вот эти строки, я в этих строках вижу какое-то совпадение между вот этими двумя строчками с тем, что с диагнозом королишки. Розу белую с чёрной жабою я хотел на земле повенчать. Роза, я так воспринимаю, это она сама, а чёрная жаба – это её страшная болезнь. И я хотел на земле повенчать, но не получилось. Что делать? Может быть, я не права. Я вот в этих строках вижу только то, что она хотела рак перебороть. Как говорили даже, что даже к раку надо относиться по-доброму. Может быть, он пожалеет и отступит назад. И дальше, девочки, если у меня получится, я постараюсь смонтировать кусочек видео её, где она читает этот стих. Это будет очень хороший подарок для меня и для вас. Мы ещё раз вспомним нашу девочку. Пока я с вами прощаюсь, девочки, тёмкаю каждую. Отвечайте, пишите мне в комментариях всё, что вы хотите, чтобы я озвучила видео. Неделя у меня прошла хорошо. Только этими занималась эти три дня, что отвечала вам на комментарии. И смотрю всё, что показывает по телевизору. Отдыхаем, девочки. Я с вами прощаюсь, тёмкаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Потому что канал должен развиваться. Вы представляете, я не буду останавливаться. Я буду до глубокой старости, наверное, снимать. И те, которые рядом с одной, мы вместе стареем. Вы увидите меня и вот такую вот бабушку, которая тоже идёт и делает себе кофе. Пришла, села в кресло. Дай Бог, чтобы я его поменяла. Были денюжки. И с вами общается. Пока-пока. Тёмка и девочки, люблю вас. И здоровья вам, и вашим близким. Берегите детей. Мира над головой, или мира в душе, мира в семье. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да весёлый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Жалко мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Золотые, далёкие дали, всё сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалик для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать. Роковая на нём печать. Розу белую с чёрной ужабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней. Но коль черти в душе гнездили, значит, ангелы жили в ней. Вот за эти веселья, муте, отправляясь с ней в край иной, Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, Пусть положат меня в русской рубашке под иконами умирать. Субтитры создавал DimaTorzok